Итак, всем привет! Сегодня бы я хотела рассказать о заказе своем с Buying Coins с китайского сайта. И мне пришла вот такая вот палетка теней, палетка консилеров и палетка блескова для губ. И также еще немножко расскажу о туши, губнушке, кисточке, подводке для глаз. Сейчас я буду подробно рассказывать о каждом продукте отдельно. Кому интересно, оставайтесь со мной. А все ссылки и цены я укажу внизу. Итак, давайте начну рассказывать о палетке теней. В принципе, открывается тут все. И вот такая вот палетка. Здесь зеркало, две кисточки. И вот такая она яркая. Цвета все мне очень понравились. И очень-очень все пигментированы. Эту палетку я ждала почти три месяца. Я была очень этим недовольна. Я уже думала, что мне ничего не придет. Но все-таки я дождалась. И я уже ее тестирую где-то около месяца. Итак, сама упаковка, то есть вот этот черный глянцевый корпус, он сильно пачкается и остаются отпечатки постоянным. Но для меня это не беда. Самое главное, что внутри так, что к упаковке я не придираюсь. Итак, заказала я первый раз эту палетку сайта. Я очень много посмотрела видео и решила поэкспериментировать. Тут очень много ярких цветов. В принципе, здесь есть как и теплые цвета, так и холодные оттенки. И, как вы видите, они расклассифицированы вот так вот по цветам. То есть по 10 штук. Вообще, на самом деле она оказалась не такой большой, как я думала. Здесь 60 маленьких кружков из 10 копеечную монету. Вот эти вот кружки тени. Также здесь есть вот такие вот прямоугольные тени. Их 12 штук. И 6 круглых румян. Вот эти вот с 5-рублевую монету они примерно. Эта палетка стоила 10 долларов. И она мне, как я уже сказала, понравилась очень. И я ей довольна. Всего здесь 78 цветов. И здесь вот мне понравилось то, что они именно вот так вот расклассифицированы. Вот. Тут есть так, ну, очень мало здесь матовых цветов. В основном они здесь все блестящие, такие перламутровые. И в основном они тут все вот яркие, как я, в принципе, и хотела. И настолько они хорошо смотрятся на глазах. Прям, ну, короче говоря, мне очень понравилось. Эти тени вообще не осыпаются. Пигментация хорошая. Стоила около 10 долларов. И мне кажется, для первого раза это вообще просто отличная палетка. То есть я вдоволь тут поэкспериментирую, накрашиваю все разными цветами. Конечно, пользоваться я не буду всеми. То есть для себя я, допустим, найду там штук 10 самых для себя лучших. Поэтому вы даже не думайте, что будете прямо пользоваться всей палеткой и сразу, и всеми цветами. Нет. У вас будут даже те цвета, которыми вы вообще пользоваться не захотите, наверное. Но мне здесь понравилось, что тут не только тени, да, представлены. Тут вот такие есть еще и румяна. Они очень-очень яркие. На самом деле камера всего не отображает. Вот это очень яркий розовый. На камере он смотрится почему-то не так сильно. И вот это очень-очень яркий розовый тоже. Такой тут персиковый вот. Желтоватый. Пудра, короче говоря, мне тоже понравилась. На самом деле про качество я могу сказать. Ну, для меня, например, нормальное качество. Просто я не пользуюсь супер дорогими там тенями какими-то. Поэтому мне в основном все понравилось. Вот. Но сравнить, допустим, с какими-то люксовыми палетками я не могу, потому что у меня их нету. А так я ей очень довольна. Вы видите, да, какие тут прикольные прям яркие цвета. Здесь в основном идет желтая палитра теней, коричневые, сиреневые, голубые. Затем желтые, зеленые, ярко-зеленые. Вот эта палетка вообще такая розовая, сиреневая, можно сказать. Такая фиолетовая. Тоже очень понравилась. И вот эта последняя. Здесь такие цвета, можно сказать, оранжевые, серые, коричневые и желтоватые. Вот. И прямоугольные тени. Здесь в основном такие теплые, так сказать, оттенки. Коричневые, серые. И есть прям очень-очень черный вот этот. Вот. Ну и, короче, заканчивая, скажу то, что мне понравилась эта палетка. В основном здесь такие представлены тени с блеском. В основном они перламутровые, но также есть, которые и без блеска. Но их очень мало. Вот. В основном они тут очень блестят. И мне это, например, нравится. Не знаю, кому-то может это и не понравиться. Так что имейте в виду. Также, хотела сказать, что я как-то опасалась с китайского сайта заказывать. Но сейчас я очень рада, что заказала. Потому что эта палетка, эти тени не раздражают кожу. Могу сказать это 100%. У меня не раздражают. Хотя у меня очень чувствительная кожа. Вот. Но держатся они не очень долго. У меня где-то они держатся 3-4 часа максимум. Я считаю, что это маловато. Но я не использую никакого средства под тени, чтобы больше и лучше держались. Хочу купить. И лично для меня это идеально подходит для домашнего использования. Очень они пигментированные, яркие цвета. И могу посоветовать всем девчонкам молодым, кто любит яркие цвета, насыщенные. И для лета будет вообще сухо. И сейчас хочу попробовать нанести некоторые тени и показать. Если, конечно, будет видно. Ну, очень-очень такие приятные. Например, я очень люблю зелененькие. На самом деле переливается очень здорово. Например, синий тут вообще прям очень-очень такой яркий. Ну, что-то прям... Например, вот фиолетовый. Да, конечно, на камере не видно. На самом деле тут они намного ярче. Итак, хочу показать вам следующую палетку кремовых консилеров. Тоже заказывала. Это с сайта Buying Coins. И стоила она всего 4 доллара. Вообще супер цена. Вот такая тоже черная упаковочка здесь. Здесь, в отличие от этих глянцевых, вы видите, да, разницу какая. Тут все пачкается. Здесь вообще почти не остается никаких отпечатков. Но чуть-чуть есть. Но все равно, как бы... Ну, для меня это вообще не главное. Хорошо тоже удобно открывается. Тут матовая такая, ну, черная пластмасса. Вот такая поверхность мне все равно больше нравится, нежели вот такая глянцевая. Итак, здесь мы открываем. Здесь такая пленочка. И здесь очень клевые консилеры, которые мне очень-очень понравились. И, как я говорила, упаковка для меня значения не имеет. Главное, что находится внутри. Эту палетку я тоже около месяца тестировала. И я просто в восторге от этой штукенции. Хорошо маскирует, хорошо наносится. То есть, с помощью этой палитры можно сконтурировать лицо просто у любого человека. Так как есть тут и светлые, и темные оттенки. То есть, все, что нужно, получится очень хорошо, без тональных каких-то средств. Единственное, что бы я посоветовала, перед применением этой палетки, я бы посоветовала обязательно увлажнить лицо дневным кремом. Каким-нибудь легким, но не жирным. И тогда вообще будет наноситься еще более легче. Кстати, вообще эта палетка используется очень экономно. Всем рекомендую. Эта палетка просто отлично маскирует любые проблемы кожи. Отличные там пятна, прыщики, шрамы, родинки, круги под глазами. А здесь, как вы видите, есть белый бронзатор, или как называют хайлатор. То есть, это подсвечивать некоторые зоны можно, и он с такими мелкими блестками. Зеленоватый оттенок убирает тоже всякие недостатки с вашего лица. То есть, всякие там прыщики, покраснения. Но нужно хорошо растушевывать. И также здесь есть такой вот розоватый оттенок, который тоже убирает различные там, я не знаю, покраснения, всякие недостатки кожи. До этого я не пользовалась вообще вот такой вот штукой, и была удивлена прям, и очень понравилось, как на самом деле ровно наносится. И лицо становится таким прям вот, можно сказать, таким ровненьким, идеальным. Мне, короче говоря, понравилось. Идеально подходит для смешивания и создания вот собственного цвета. И вот сейчас лето началось, у меня кожа уже загорела. То есть, если я зимой, допустим, пользовалась до загара вот этими, то сейчас я могу уже пользоваться вот этими и вот этими. Ну, сконтурировать лицо можно с помощью этой штуки просто идеально. И они вот такие вот прямо кремовые-кремовые. Я даже не знаю, будет опять же видно или нет. Он вообще прям наносится обалденно. Короче говоря, мне очень-очень нравится. Беленький вот возьмем. Прямо подсвечивается и с такими мелкими-мелкими блестками. И следующая палетка. Она, кстати, по размеру почти такая же, как вот эти консилеры. Можно сказать, одинаковые. И здесь у нас 15 блесков для губ. Здесь, кстати, тоже такая глянцевая поверхность, на которой остаются абсолютно все отпечатки. Пальцы видно. Здесь тоже такая пленочка. Здесь кисточка. Ну, все такое уже поюзанное. Я, кстати, сейчас покажу, как выглядела в начале эта палетка, когда она пришла, и когда я распоказала ее. Такая красивая, мне кажется. Честно говоря, я была в шоке, когда я увидела эту палетку, потому что я заказывала 32 цвета, а пришло почему-то 15. И я ничего не стала уже писать. И так мне так 2,5 месяца это шло. И, кстати, заказывала почему-то все одним заказом с сайта Baincoins. Но почему-то мне пришла вот эта палетка абсолютно отдельно. Но она была очень хорошо упакована. И, в принципе, мне она не сильно разочаровала. Хотелось, конечно, 32 цвета, но получилось 15. И думаю, ну и ладно. И здесь мне понравились, в принципе, тоже все цвета. Здесь только есть такой вот очень темный фиолетовый. Такой розовенький, хорошенький, оранжевый, розовый. Тут такие яркие, красные, бордовые цвета. Вот есть белый. Кстати, я не пойму, для чего белый. Не знаю, напишите мне в комментариях, что ли. Потому что белый, я так и не поняла, для чего нужен этот цвет. Ну и что еще могу сказать? То, что здесь такой какой-то специальный, можно сказать, увлажняющий состав, что ли. То есть, эта помада, она вообще не сушит губы. То есть, наверное, все-таки это блеск, а не помада. И держится не очень долго. То есть, 2-3 часа, наверное, максимум. Вот. Тут, конечно, такая цветовая гамма. То есть, можно же опять смешивать различные цвета и делать цвет, который вам больше нравится. И, в принципе, подходит идеально для домашнего использования, для дневного, вечернего, свадебного и креативного макияжа. И, кстати, вот этот небольшой размер позволяет с собой носить легко эту палитру в сумочке. В принципе, всем довольна. И, как вы поняли уже, что мой любимый цвет розовый, который уже почти кончился. И яркий красный я не очень люблю. И мне нравится больше такой розовый, освежающий цвет. И мне все-таки показалось, что эта палетка очень жидковата. То есть, все равно, знаете, вот какая-то такая вот очень, как шили, бальза, вот как масло наносится на губы. И не так пигментированно, как вот здесь, на самом деле, сначала кажется. Все равно, когда наносишь на губы, все это размазывается и очень маслянистое получается. Смотрится на губах вообще, как такой жидкий-жидкий блеск. Но блестит хорошо хоть. И сейчас я попробую вам показать. Ну, когда размазываешь, сразу становится не ярко. И такой вот это бледный-бледный розовый. И давайте я покажу вам самый, наверное, тут яркий такой, вот фиолетовый, например. На самом деле, на губах и размазывается, опять же, не очень ярко, кстати, вообще. Ну, короче говоря, вот это я бы никому не советовала заказывать, потому что размазывается прям. И надо вот так, что ли, наносить побольше, чтобы цвет хотя бы вот этот был видно. Но когда так вроде кажется яркое здесь, а наносишь, и все вообще какой-то блеклое, так скажем. И сейчас покажу я вот этот вот красный такой, ярко-красный цвет. Тоже, кстати, вообще наносится и не так уж и ярко. Ну вот, прям вообще, честно говоря, фигня какая-то. Вот прям мажешь, и только кисточкой стоит вот так провести, все, уже нету цвета. Так, вот такие вот три палеточки мне пришли. И сейчас по-быстренькому хотела рассказать про кисточку. Вот эта стоила 2,5 доллара. Мне она очень-очень понравилась. Влазки не влазьют. Она такая мягенькая-мягенькая, приятная-приятная на ощупь. И для нанесения тонального крема, для румян идеально подходит. Вот. Вообще супер. И держать ее удобно. Мне понравилось. Также мне пришла вот такая вот губная помада. Она стоила, по-моему, 1 доллар. Она очень матовая. И розовая очень-очень ярко смотрится на губах. Сейчас я покажу на руке. Вот. Она на самом деле прям такая яркая-яркая. Розовая. На губах мне, кстати, она понравилась, как смотрится. И она такая прям матовая-матовая. Но она очень яркая. То есть, это сразу могу сказать. Итак, пришла мне еще вот такая вот подводка для глаз. Вообще, это как фломастер. Я, кстати, пробовала один раз. Мне, в принципе, понравилось. Насчет того, водостойка или нет, не проверяла. Но вообще рисует очень хорошо. И не знаю, засохнет быстро или нет. Пока я очень-очень довольна. И еще какое-то вот это чудо мне пришло. Вообще, которое мне не понравилось. Ну, стоило, по-моему, там полтора доллара, что ли, вот это вот. То есть, с одной стороны у нас здесь типа маскирующий карандаш-консилер, что ли. Потому что вообще, какой-то, ну, такое вот не очень понравилось. Вот. И вот с другой стороны здесь такой тоже консилер под глаза. И типа маскировать всякие прыщи. Ну, ничего не маскирует на самом деле. Так что, вот эта покупка была полностью какой-то фигней. Так. И вот такая тушь. Кстати, сейчас я ее распакую. Это подделка под мебели. Интенс XXL Extreme Black. Черный тушь. Не пробовал, так как открылась сейчас только. Мне кажется, она будет прикольная. Единственное, что как я боюсь у раздражения на глаза. У меня была такая настоящая мебелинь тушь. Мне она понравилась. Решил поэтому такую заказать. Вот. Ну, короче говоря, я как попробую, я еще напишу тогда в комментариях, наверное. Или, может, сниму отдельное видео. И кому интересно, смотрите мои предыдущие видео. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будут еще обзоры посылок из Китая. Всякая различная одежда. Так что, увидимся в моих следующих видео. Всем пока!